Здравствуйте! Вы смотрите канал Европлант Лайф. Сегодня с вами сотрудники садового центра Европлант. Это Ольга и, собственно, я, Валентина. Пока наши ведущие ищут сюжеты для новых видео, мы решили воспользоваться ситуацией и выпустить кулинарный блог. Я, конечно же, шучу. Кулинарного блога не будет. Но мы приготовим для вас очень интересное блюдо, которое называется лазанья. Лазанья – это не кулинарный рецепт, это всего лишь многослойный способ посадки луковичных растений. И что нам для этого понадобится, и как все это выполнить, нам расскажет Ольга. Значит, для лазанья нам потребуется вот такой вот контейнер с отверстиями. Для выхода вишни из воды потребуется нам керамзит, который мы засыпаем на дно контейнера. Сами луковицы осенней посадки, фельпаны, крокусы, гиацинты, мускари, все, что у вас есть. Ну и, собственно, земля – грунт, который вы будете засыпать в контейнер. Вы можете использовать любой плодородный грунт, уже готовую торфосмесь. Керамзит мы засыпали, засыпаем в землю. Так, вот мы засыпали землю. На самое дно мы будем высаживать тюльпаны. Тюльпаны у нас высокорослые, да? Да, у нас высокие тюльпаны, 60 сантиметров. Тюльпаны раннего срока цветения. Смысл нашего блюда в том, что все луковичные либо должны зацветать поочередно, по времени, либо зацвести одновременно, и тогда это будет очень красиво. Значит, мы вот таким образом ставим тюльпаны. Слой у нас будет – грунт. Грунт. Сыпаем немножко так, чтобы видны были в макушке луковицы. В промежутке между луковицами мы будем выставлять луковицы нарциссов. Да, второй слой луковиц высаживается в шахматном порядке, чтобы луковицы весной не мешали друг другу. Ну, мы используем нарциссы, но вы можете, в принципе, использовать любые луковичные. Главное просто смотреть на высоту. На высоту, на время цветения. Можно даже сделать из монокультуры. Можно сделать просто из тюльпанов такую композицию или из нарциссов только. Так, дальше мы засыпаем опять слой земли. Земле насыпаем сантиметра 3-4. Вот, немного. И высаживаем следующий слой. В нашем случае это гиацинт. Здесь у нас два сорта. Ну да, желательно брать разные сорта, чтобы это было ярко весной и красиво. Опять же между луковицами. Теперь слой земли можно насыпать немножко побольше, потому что у нас остались только мелколуковичные. В нашем случае это мускари. Но вы можете использовать крокусы. Это тоже будет очень красиво. Они рано зацветают. Ну, такой контейнер можно и побольше использовать. Луковиц. У нас было столько. Так. Мы немножко расставили. И дальше засыпаем еще земли. Вот мы приготовили нашу лазанью. И теперь, соответственно, возникает вопрос, как же ее сохранить до весны. Вот мы ее сейчас покажем, как прикопать в землю. Как сохраняем мы ее в своем садовом центре. А весной вы можете приехать к нам и посмотреть, как вот эти контейнеры с нашими луковичными, с нашими лазаньями украшают нашу территорию садового центра. А теперь нашу композицию мы укрываем спонбондом и пришпиливаем его к земле, чтобы не разлетелось от ветра. С спонбондом можно брать любой плотности. В нашем случае это, если я не ошибаюсь, 60, да? Да, плотность. Плотность 60. Можно кирпичи использовать вместо шпилька. Да, можно использовать любые подручные средства, которые у вас есть. Уже где-то в середине апреля у нас будет очень красивая цветущая композиция. Первым распустятся гиацинты с мускариками, затем нарциссы и тюльпаны. Если у вас нет возможности прикопать контейнер в саду, но у вас на участке есть теплица, вы можете сделать это в теплице. Тогда сверху, в принципе, даже не нужно закрывать это спонбондом. Просто выкапываете яму в теплице, опускаете контейнер и все, ждете весну. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть, как мы готовим лазанью. Мы с вами прощаемся и ждем вас весной в садовом центре Европлант. Полюбоваться нашим творением, ну и, соответственно, купить великолепное растение. Всем пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!